Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Более всего, имейте усердную любовь друг от друга, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый делуцей многоразличной благодати Божией. Этими словами, святой апостол Петр в своем послании раскрывает содержание на сторону христианской любви. Исключительная важность – это добродетель Более всего очевидно, например, просто многослов говорит о том, что невозможно любить Бога, но не имея в любви к ближнему. Однако, можем ли мы сказать, что имеем ясное представление о том, что такое христианскую любовь? Вкладываем ли мы в это понятие совершенно ясный и очевидный смысл? К сожалению, люди, когда говорят о любви и о христианстве, в том числе, часто ссылаются на свои какие-то ощущения, на свои чувства, пусть даже самые высокие, но это всего лишь человеческие чувства. Например, слабоволие или нерешительность предыдущаяся сравнивать со смирением. А равнодушие и безразличие называют свойствами мужественного характера. То же можно сказать и о христианской любви. Чрезмерно привязанность к какому-либо человеку, основанную зачастую на болезни, на самолюбии, люди называют любовью к этому человеку. Насколько обманчивы и противоречивы вот эти чувства, мы можем увидеть даже на примере святого апостола Петра. Вспомним тот момент, когда апостол Петр собирается со всей горящей своей натуры, следуя за Христом до смерти, до темницы и даже до смерти. Однако опять горящаясь, как мы впоследствии видели, не подтвердила себя, потому что не имела от самого твердого осылания. И в сегодняшнем прочитанном Евангелии мы также видим определенный пример проявления чисто человеческих чувств со стороны апостола Петра. Мы помним, что путем трехкратного повторения вопроса «Симон Иоанн, любишь ты меня?» Господь восстановил апостола Петра в своем вопросе с недостоинствием и рассказал ему тот способ смерти, которым апостол Петр закончил свою земную жизнь. И в данном случае апостол Петр, получив некоторое дезинновение, обращается к апостолу по поводу апостола Иоанна Рогослова, которого он очень любил, и спрашивает «Господи, а он что?» И в ответ Господь ему говорил, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» «Ты иди за мной!» Вот эти слова апостола можно воспринимать следующим образом. «Петр, тебя совершенно не должно интересовать, что я хочу сотворить другим человеком. Гораздо важнее то, как ты исполнишь свое служение. Иди за мной, говорит ему, Христос!» Идти за Христом для апостолов означало выйти из разных мест, забыть об уютно размеренной жизни, фактически пожертвовать собой ради проповеди Христовой. Апостол Петр, выйдя из привычного труда общения, попадая в совершенно другие условия, встречаются с новыми людьми, отношения с которыми уже не всегда могут быть построены на основании сочувствия или чисто человеческой привязанности. Но и в этом случае мы видим апостола Петра, исполняющего свое апостольское служение и впоследствии апостол Петр воспринимал исполнение этого служения, как исполнение заповедей о любви. Поэтому он и говорил, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил». Проверить истинность этих слов мы можем на личном опыте. Представьте себе, что мы попадаем в общество людей, где нет ни наших друзей, ни родственников, есть совершенно незнакомые люди, которые не знают, как к нам относиться. И в таком случае успех наших отношений с сельскими людьми будет определяться не только тем, как мы с ними найдем общий язык, но и тем, насколько мы будем полезны и востребованы этими людьми при помощи тех дарований, которые у нас заложены. На первый взгляд может оказаться, что это совершенно житейская ситуация, не имеющая никакого отношения к христианской добродетели. Однако вспомним, что и евангельский самарянин оказался как раз тем случайным и похожим человеком, который не только имел желание, чувство помочь пострадавшему, но имел и возможность и обладал конкретными средствами и сделал все возможное для реализации этих средств. Таким образом, мы можем сказать, что к настоящему любит ближнего не тот, кто испытывает к нему какие-то человеческие чувства, пусть даже самые высокие чувства, но по-настоящему любит тот, кто способен безвозмездно и бесконечно поделиться тем талантом, который в нем заложен. Потому что человек, который осознает и себя, и окружающих, как домостроителей, многоразличной благодати Божией, как члена одного и того же церковного тела, вот такой человек прекрасно понимает, что его дары, его способности уже не принадлежат ему одному. Эти дары должны стать достоянием всей церкви. И в таком случае нам будут более понятны слова апостола Павла. В послании к христианам, когда он говорит, он сравнивает церковь с телом Христовым, которые путем многоразличных связей получают превращение для созидания самого себя в любви. И так, имея перед мысленными глазами образ апостола Петра, будем готовы на вопрос Господа, обращенный к нам «Любишь ли ты меня?» ответить не словами, не чувствами, а действием служения ближнему, причем не самовольным изобретением способов этого служения, а путем реализации и развития тех качеств, тех душевных и телесных дарований, которые дал нам Господь. Аминь.